привет всем сегодня решил видео записать по такому вопросу флянцы вот тройнички на гбц у дизелей они часто ломаются часто у них бывают проблемы вот здесь вот видите вот он уже красный стал вот когда становится красный тут еще вот серый здесь вот серый нормальный да когда становится красный это говорит о том что уже ну или темнеет коричневым что уже стекловолокно вот этот пластик она уже скоро треснет или разойдется обычно проблема у этих флянцев вот здесь я вам покажу вот выламывает вот эту стенку и потом антифриз начинает сочиться сквозь здесь вот я у себя эту прокладку менял 1050 назад думал что проблема у фланцы всего пробег на этом флянце где-то 380 тысяч вот и смотрю что начал сопливить вот этот вот разъем под ним я сейчас вам фотографию вставлю вот и было мокрое на реле накала и туда антифриз тек ну я думал что это разъем но все равно заказал патрубок потому что чтобы не лезть я уже знал что следующий раз какие-то вопросы буду делать с антифризом я патрубок поменяю заказал оригинал вот почему оригинал потому что у него правильные размеры которые нужны вот по этой части ну и пластику него гораздо лучше чем у аналогов в любом случае вся люди ставят мэйли мэйли вот у знакомого 60 тысяч прошел но говорят что легко садится сюда хотя жидкость не течет поэтому мэйли тоже можно оставить я в описании оставлю артикул этого патрубка и артикул мэйли разница по цене в четыре раза что оставить выбирать вам еще такой момент у старых моторов m57 вот это вот место часто страдает здесь все окисляется это я вот снял еще не чистил повторяю пробег у меня 380 тысяч почему у меня здесь все в порядке потому что я своевременно меняю антифриз раз в два года как минимум и лью синий антифриз g11 g12 я не люблю сколько не видел автомобилей и проблемы вот всегда там и текут лупаются не знаю все из-за красного антифриза хотя если антифриз хороший может быть можно его использовать какой антифриз использовать дело ваше я не настаиваю я лишь показываю как у меня меня все чисто везде все внутри системы охлаждения у меня в идеале я сейчас тоже сюда вам вставлю фотографии все фотографии после видео вот этого и после фотографий покажу где трещины оказалось что течет не разъемчик этот а вот здесь вот трещина вот чуть чуть левее рыжего буду шатать патрубок вы увидите как она как она расходится одной рукой неудобно ну собственно поэтому грубо говоря видео и записываю если есть какие-то вопросы спрашивайте но писать глупости не надо и учить меня тоже не надо какой антифриз и что мне заливать надеюсь вам будет полезно мой опыт мои замечания лучше поставить один раз оригинал чтобы потом не лазить не ремонтировать опять не снимать коллектор если бы конечно где-то здесь да можно сюда поставить что-то не оригинал то что быстро можно поменять может я в так и сделал но я решил поставить и забыть да ты поставил едешь на автомобиле ты уже не волнуешься что у тебя стоит качественная запчасть где-то на трассе все вытечет и будешь вызывать эвакуатор это обойдется дороже чем этот патрубок 2 в 3 дорога на этом наверное все как гуляет трещина чуть левее рыжего вот хорошо видно это кое-каке Продолжение следует...